Сегодня в курортном районе отдали Дань памяти трагическим событиям в истории города на Неве. В День памяти жертв блокады Ленинграда жители Сестрорецкой и официальные лица пришли на воинские захоронения Тарховского и Горского мемориальных кладбищ. Число умерших от голода, холода и бомбежек историки оценивают 800 тысяч человек. При обороне Невской твердыни, прорыве и полном освобождении от блокады Ленинграда погибли 2 миллиона воинов. Торжественная траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда, объявляется открытой. Траурные мероприятия, посвященные 82-й годовщине взятия Ленинграда в кольцо блокады, прошли на Тарховском и Горском мемориальных кладбищах. Напомним, именно 8 сентября 1941 года Ленинград был окружен немецкими войсками и прекратилось регулярное снабжение города продуктами. Уже к середине октября город исчерпал все ресурсы. На несколько месяцев основным, а порой и единственным доступным жителям продуктом стал черный хлеб, выдаваемый навес по карточкам. Вплоть до декабря 1941 года нормы выдачи снижались несколько раз, пока не дошли до трагической отметки 125 блокадных грамм, о которых писала Ольга Бергольц в ленинградской поэме. 900 дней и ночей. 8 сентября 1941 года. С этого дня начались страшные дни в истории нашего государства, в истории нашего города-героя Ленинграда. Город был окружен фашистскими захватчиками и 900 дней и ночей боролся. В эти дни, в этот день мы вспоминаем всех героев, всех жителей блокадного Ленинграда. Мы склоняем головы и благодарим всех, кто отстоял город, защитил всех воинов, которые живым щитом защищали город-герой Ленинграда. Благодарим учителей, медиков, служащих, всех, кто жил в Ленинграде и позволил нам сегодня жить в мирном время воспитывать наше будущее поколение. 82 года назад случилось страшное для нашего города, которое потом уже ни один день, ни одну неделю, ни один месяц люди и наши предки мучились и они не сдавались. Они показали настоящее сильное мужество, показали настоящий отпор нашим врагам и, конечно же, самое основное, что мы можем на сегодняшний день делать, это помнить, никогда не забывать, естественно, рассказывать нашим детям. И задача наша на сегодняшний день всегда не бояться, не стесняться, всегда об этом говорить, чтобы все вокруг знали и понимали, что это стоило нашим людям, что это стоило нашей стране и всегда гордиться теми людьми, которых сегодня с нами нет. Огромное спасибо нашему совету ветеранов, Лидии Викторовны, за то, что вы всегда участвуете в наших мероприятиях, вы всегда находите время для того, чтобы рассказать, подсказать, научить. Цветы возложили сперва на Атарховском мемориальном кладбище, а затем и на Горском. И там, и там покоятся защитники города во время войны и просто мирные жители, которые умирали от голода во время блокады.